На церемонии открытия недели Комуза в столице у памятника Туктогулу Сатылганову прозвучали мелодии от Айогомбаева Машбутой и Учмунат Шекербека Щеркулуулу. Обладательница многих наград и лауреат множества конкурсов Салия Эмильбекова играет на Комузе с 7 лет. На сегодняшний день она преподает в музыкальной школе имени Шубина. Также со своим ансамблем она гастролировала по многим странам совместно с Международной организацией тюркской культуры Тюрксой. С ансамблем Акак мы побывали во многих странах мира и все удивляются, как из трехструнного инструмента исходят такие звуки. Комуз для меня – это жизнь. Музыкой я обогащаю свой внутренний мир. Каждая мелодия рассказывает о различных ситуациях – любви, разочаровании, победе. Мы должны быть безмерно благодарны своим предкам за то, что они оставили такой инструмент, в игре на котором скрыт глубокий смысл. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, неделя Комуза продлится в онлайн-формате до 12 сентября. В программу включены воспоминания великих комузистов, научно-практическая конференция с участием носителей традиционной музыки и комузистов, онлайн-концерт «Танкши Хоумус» и видеоуроки. Уже второй год мы отмечаем День Комуза, и это стало традицией. Первый день – это воспоминания великих комузистов. Такие же мероприятия сейчас проходят в Иссык-Кульской области, возле памятника Харамолдуу Розову и в Ашеу – памятника Ниазалы Бурошеву. А завершится все это большим флешмобом, посвященным 120-летию великого комузчу Атая Угумбаева. В церемонии открытия недели Комуза приняла участие всемирно известная комузистка Самара Токтокунова. В ее репертуаре практически все произведения комузистов-классиков – Токтогула, Ниазалы и Карамолду. Посвятившая всю свою жизнь Комузу, она рассказывает, что благодаря Комузу нашу страну узнают во всем мире. «Сегодня большой праздник для деятелей культуры. Мы очень обрадовались, когда был объявлен День Комуза, потому что Комуз – исконный музыкальный инструмент древнего кыргызского народа, обладающего бесценным художественным наследием и богатейшей историей. Он из крови и плоти нашего народа. Благодаря Комузу нас узнает весь мир. Это не может не радовать нас. Взять, например, церемонию открытия игр кочевников, мелодию Машбутой – одновременно сыграли тысячи комузистов. Какое это было чудесное зрелище». Отметим, в 2019 году президент подписал указ о праздновании Дня Комуза как неотъемлемой части духовной культуры кыргызского народа.